МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неплаго тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорблений, мести не заменяется везвлением и жалом. Время действительно было героическое и даже эпическое. Проблема в том, что большинство русских знакомо с войной 1812 года лишь по произведению Толстого, хотя «Война и мир» все-таки роман, не лишенный к тому же ошибок и субъективного взгляда писателя на историю. Этот толстовский взгляд породил немало мифов. Скажем, движение масс по Толстому всегда важнее о роли личности в истории. Недаром главным героем войны Лев Николаевич сделал народную дубину. Между тем, историк, знаток эпохи наполеоновских войн Доминик Ливен пишет, «Политика России в эти годы была тщательно продумана и велась целенаправленно. На самом деле она была очень далека от мифологии Толстого». Нечего, Нечего. Нечего. 3 августа 1812 года под Смоленском соединились разрозненные до этого 1-я и 2-я армии Барклая-де-Толли и князя Багратиона. В середине месяца здесь шли тяжелейшие оборонительные бои. Когда враг дошел до исконных русских земель, именно в Смоленской губернии началась настоящая партизанская война. Приход Наполеона запомнился жителям Смоленска страшным пожаром, когда сгорел почти весь город. А бегство французов тем, что маршал Ней приказал взорвать башни старинной крепостной стены. Военного смысла в этом шаге не было ни малейшего. Интервенты просто мстили за поражение. Русская армия имела в те времена в своих рядах немало мастеров арьергардных боев, когда ради спасения основных сил приходилось, жертвуя собой, вести бой с превосходящими силами противника. Такими мастерами были Багратион и Кановница. Таким же был и генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Неверовский, уроженец Малороссии. Он был старшим из четырех сыновей в семье городничего, бывшего сотника. И по воспоминаниям унаследовал лучшие черты своего отца – твердый характер, находчивость и смелость. В 1786 году молодой Неверовский был определен в лейб-гвардии Семеновский полк солдатом. Лейб-гвардии Семеновский полк был одним из старейших в русской армии, и именно здесь начинал свой боевой путь Александр Суворов. С 1788 по 1792 год Неверовский в составе Малороссийского Керасирского полка сражался с турками в Бессарабии и Молдавии. Неверовский был редким типом командира-педагога, лично учившим каждого солдата, что и было отмечено царем. После того, как Неверовский блестяще показал себя командиром тогдашними морпехами и шефом элитного павловского гренадерского полка, государь в конце 1811 года в преддверии войны приказал ему сформировать новую 27-ю пехотную дивизию. Формировалась она из новобранцев и собранных по всей армии отдельных род различных полков, тоже, впрочем, еще не обстрелена. Большую часть офицеров дивизии составили вчерашние выпускники кадетских корпусов. К 12-му году русская пехота выражалась практически однообразно во всех полках, и что в легкой пехоте, что в тяжелой пехоте. До того времени, еще там с 18-го, в начале 19-го века, на вооружении в егерских полках еще состояли штуцера, так называемые. Это укороченные ружья с нарезами в стволе. Они позволяли стрелять достаточно далеко, по тем временам, по тем понятиям, и более точно. Но к 12-му году было решено, что не имеет смысла, скажем так, вооружать некоторых солдат такими ружьями, поскольку основной упор делался на массовость стрельбы и на быстроту ее. Поэтому все полки, и пехотные, и гренадерские, и егерские, они были вооружены гладкоствольными дульнозарядными ружьями с кремневыми замками батарейными. Такое ружье позволяло выпускать противника до двух, трех, иногда четырех пуль в минуту, если солдат был хорошо подготовлен. И такая пуля сохраняла убойную силу на расстоянии 300-400 шагов. Но считалось, что хорошие, такие цельные выстрелы начинались с расстояния 100 шагов. То есть по нашим понятиям это где-то около 70 метров. Прежде всего обучали, конечно, строевым навыкам, чтобы люди чувствовали себя в строю единым механизмом. Строевые приемы занимали основное время в обучении. Таким образом сводились роты на уровне рот, батальонов и полков. И в конце концов эти солдаты делали все как единый, на самом деле, единый механизм. Будучи самым отличным стрелком, Неверовский лично учил каждого солдата метко попадать в цель. Уверенный, что он воспитал отличную дивизию, он как-то сказал своим офицерам, еще посмотрите, каких чудес наделает эта молодежь в сражении. Необстрелянный отряд Неверовского, защищавший позиции у Красного, неожиданно столкнулся с основными силами Великой Армии. Впереди шел опытнейший кавалерийский корпус маршала Иохима Мюрата, который ранее участвовал уже не в одном европейском сражении. Да и силы, как обычно, в ходе арьергардных боев были неравны. 15 тысяч французской кавалерии, которые поддерживали еще войска маршала Нея, против 7 тысяч русской пехоты. Тем не менее, Неверовский, чтобы дать нашим войскам время укрепиться в Смоленске, принял решение драться, медленно отходя к городу. Дивизия Неверовского – это был небольшой боковой отряд, выделенный для охранения второстепенного направления. Направление, на котором появление французов никак не ожидали. Наполеон совершил рискованный и смелый маневр. Перед глазами русской армии, которая стояла перед ним, он резко двинулся на юг, перешел в Днепр-Рассасны и пошел к Смоленску по южной стороне Днепра. Задачей обойти левый фланг основных русских сил и заставить Барклая дать сражение с перевернутым флангом. Отступление 27-й дивизии от Красного до Смоленска сами французы назвали Львином. Молодая дивизия, медленно отступая, отбила 40 атак лучших частей французской кавалерии и выполнила свою задачу. Знавший цену храбрости Багратион, так докладывал государю о действиях 27-й дивизии. Нельзя довольно похвалить храбрости и твердости, с какой дивизия совершенно новая дралась против чрезмерно превосходных сил неприятельских. Можно даже сказать, что примера такой храбрости ни в какой армии показать нельзя. Если бы не талантливый военный педагог и командир Дмитрий Неверовский, иначе бы дралась 27-я дивизия, иначе бы шли бои за Смоленск. Не исключено, вся дальнейшая история той войны сложилась бы иначе. Столкновение Неверовского и Мюрата легко читается и внутренний подтекст. Под Смоленском столкнулись два человека, сделавшие свои жизни самостоятельно. Мюрат – сын трактирщика, которого с самых низов до неаполитанской короны подняла вверх французская революция и сам Бонапарт. Блестящий кавалерист, человек необычайной личной храбрости, но одновременно хвостун, авантюрист и позер. И тем не менее, не стоит забывать, что именно Мюрат был вторым номером после Наполеона. В 1812 году Мюрат – это король неаполитанский. Мюрат – это второй человек в армии после Наполеона. По титулу. Недаром, когда Наполеон уезжал из армии в декабре 12-го года, он оставил армию именно Мюрату. И Мюрат был кавалеристским начальником, как положено, как и должен быть хороший кавалеристский начальник. Просто таким не становится. Человек абсолютно без головы. Человек, который бросается в пекло, в любое первое попавшееся. Как говорил один из генералов Наполеонской эпохи, гусар, который не умер в 30 лет, не гусарит дерьмо. Поскольку Мюрат был довольно цельной натурой внутри себя, то это выражалось и в его костюме, в той одежде, которую он носил. Практически чуть не в каждую следующую кампанию он одевал следующий новый экстрамагантный, абсолютно нерегламентированный какой-нибудь костюм. Мюрат был самоуверен и, по мнению многих экспертов, атакуя 27-ю дивизию, наделал массу ошибок. А Неверовский был уверен в своей дивизии, той уверенностью, которую дает честно проделанная работа. То, что Мюрат проиграл Неверовскому, закономерно. Самоуверенность всегда проигрывает уверенности, основанные на крепком фундаменте. Да и дрались все-таки за разное. Мюрат с Наполеоном шел покорять мир. Задача у Дмитрия Петровича была скромнее – защитить свой дом и Россию. В мемуарах французского генерала графа Сигюра есть прелюбопытнейший фрагмент. На мгновение Мюрат готов был даже подумать, что они, казаки, не будут сражаться против него. Он зашел так далеко, что Наполеон, читая его письмо, однажды воскликнул – Мюрат, король казаков? Что за глупость? Выигрыш во времени, благодаря усилиям 27-й дивизии, позволил организовать оборону города. 16 августа корпус под командованием Раевского, дивизия Паскевича и сильно обескровленная дивизия Неверовского, отступившего в Смоленск, сумели выиграть первый день сражения за город. 17 августа наши войска все еще держали оборону Смоленска. Да еще как держали. По воспоминаниям французов, развертывая штурм, наши атакующие колонны оставляли длинный и широкий след из крови раненых и мертвых. Говорили, что один из батальонов, повернутый флангом к русским батареям, потерял целый ряд в своем подразделении от единственного ядра. Лишь 18 августа по приказу Барклая-де-Толли наши войска в полном порядке покинули город. Они свое дело сделали. Барклай, как и планировал, малыми силами нанес противнику максимальный урон и сохранил основные силы армии для продолжения войны. Из мемуаров генерала Павла Грабе об обороне Смоленска. Подъезжая к Никольским воротам, мы встретили полки Неверовского в поспешном отступлении в город. Граф Кутайсов стал останавливать отступающих, как вдруг подскакал к ним из ворот генерал с неустрашимым негодованием на лице и громко спросил, кто здесь мешается не в свое дело. «Я граф Кутайсов, начальник артиллерии, и мое место везде. Вы кто? Я Неверовский». Они молча с уважением взглянули друг на друга. Полки опять пошли вперед, опрокинули все перед собою и обратно заняли ближайшие к воротам дома предместия. Героическая наружность Неверовского осталась в моей памяти. Он был одет, как на праздник. Новые палеты, из-под расстегнутого мундира виднелась тонкая белая рубаха со сборками, блестящая и готовая сталь в сильной руке. Он был красив и действовал могущественно на дух солдата. Когда-то именно на этом месте стоял памятник самому известному, пожалуй, на Смоленщине командиру партизанского отряда Павлу Ингельгарту, расстрелянному французами. Помещик, подполковник в отставке он создал из собственных крепостных партизанский отряд, который доставил массу неприятностей французам. Говорят, что Ингельгард лично убил 24 француза. Казалось бы, чем не доказательство толстовского тезиса о народной дубине? Но это если не знать настоящей истории. Крестьянский отряд бывшего подполковника скорее исключение исправил. Все крупные партизанские отряды, начиная с отряда Дениса Давыдова, создавались по приказу командования, состояли из кадровых военных и согласовывали свои действия с армией. Отряды гражданской самообороны, крестьянской, они возникали везде, фактически повсеместно, в русских губерниях, которые находились в местах, прилегающих к путям прохождения французской армии, и занимались они прежде всего тем, что защищали свою местность от мелких отрядов французских мародеров. Прежде всего в ход шли предметы крестьянского быта, косы. Потом постепенно, когда часть-часть французов уже попадала в эти ловушки и их уничтожали, на вооружение поступали оружия, отобранные у французов, пехотные тесаки, сабли и ружья, пистолеты. Под эту самооборону попадали и русские части, которые фактически вынуждены были в ряде случаев кормиться именно таким же образом, как и французы, отнимая продовольствие у местного населения. Кстати, Ингельгард, хотя у нас об этом предпочитают молчать, был выдан французам собственными крепостными. Так что, когда Толстой в войне и мире пишет о том, что народная дубина порой гвоздила с глупой простотой, пожалуй, прав. Все-таки не крестьянские отряды самообороны изгнали интервентов из России, а затем дошли до Парижа. Все это сделала русская регулярная армия. Историки Смоленска очень гордятся этим памятником еще советских времен. Скульптор сумел устоять перед волной мифов, которые накрыла и Кутузова. В войне и мире раненый глаз полководца почему-то незрячий. Или, если цитировать Толстого, точно белый. Хотя на самом деле Михаил Илларионович видел и правым глазом, пусть и несколько хуже, чем левым. Спустя годы мифический белый глаз прикрыли еще и пиратской повязкой. Повязка обрела жизнь в книгах, спектаклях и фильмах. Так рождаются мифы. Именно под Смоленском Кутузов приехал в действующую армию, а затем уже под его руководством наши войска освободили город. За это светлейший князь Голенищев-Кутузов получил от царя еще и титул князя Смоленского. Немалую роль Кутузов сыграл и в восстановлении города, причем взял на себя роль защитника интересов Смоленской губернии совершенно добровольно. Вот что он писал тогдашнему смоленскому генерал-губернатору. «Я считаю особенным удовольствием быть ходатаем перед троном благого монарха за жителей вашей губернии. Обязанность сия для меня священна, и я счастлив ею». Перед Александром встала необходимость. Надо было выбрать какого-то единого главнокомандующего. Нужен был человек с русской фамилией, потому что фамилия Барклая, хотя он и там из немцев, и шотландская его фамилия, все это уже раздражило настолько население, что, конечно, в данной ситуации нужно было человека выбрать вот, так сказать, без каких бы то ни было, так сказать, иностранных фамилий. «А в народе сказывают, есть такой генерал, что в раз Наполеона побьет». Недоверие в народе к иностранной фамилии можно назвать слабостью, поскольку на самом деле стратегия Барклая и Кутузова на первом этапе войны была практически той же самой, но психологически эту слабость понять можно. Да и свойственна она не только русским. В трудную минуту многие народы предпочитали видеть во главе своей армии или страны исконно своего. Манеры поведения Кутузова, его шутки, даже его слабости были понятны каждому русскому солдату. «Прикажи по всему лагерю, чтобы больше чем подвое у костров не сидели. Сколько же тогда костров развести надо, ваше святое?» «Сколько выйдет. А смекалки бы тебе у Семена Жестянникова попризонять». У Кутузова он был же обычный генерал, опять же, то есть он имел обычную общегенеральскую форму, только единственное, что был довольно пожилой, заслуженный человек, он не носил шляпу, он ходил всегда в сюртуке. У него были очень мягкие ботфорты, в него были широкие, теплые, суконные шаровары, они облегающие. Плюс он носил еще, давая дань моде Павла, он носил жилетку и ходил в обычной солдатской кирасирской без козырки. Разглядеть сегодня Смоленск 1812 года, конечно, сложно, а тех времен сохранилось немногое. Ну, например, вот этот фрагмент старой крепостной стены, конечно же, реставрированный. Это Никольские ворота, через которые, как вспоминают, и вступил в город Наполеон. К тому же, на беду Смоленска на один глубокий шрам наложился другой. Страшной силой удар по городу-герою позже нанесла еще и Великая Отечественная война. После захвата Смоленска французами в городе осталось не более тысячи жителей, по той или иной причине сумевших бежать. Все, что мог уничтожить пожар, было уничтожено. Осталась лишь небольшая часть каменных строений. В огне в районе старого города погибли и тысячи раненых. Их при отступлении не успели вывести. Всего же, по описи, проведенной уже после войны властями, в Смоленской губернии в результате французского нашествия погибло примерно 330 тысяч человек. После войны государство людям помогало. Ну, в основном дворянству и купечеству. Хотя и им возмещало ущерб лишь в самой незначительной мере. Вот типичный документ того времени. Один из множества, что вошел в список жителей, разоренных войной. Города Смоленска вдова подпоручика графена Казмина, дочь Артемьева, слышала, что муж ее от истязаний умер. Что движимое ее имение разграблено. Убытку – три тысячи рублей. Количество данного пособия – 155 рублей. Крестьянам помогали до ближайшего урожая хлебом, чтобы не умерли от голода. А главное – семенами. Чтобы жить дальше, надо было сеять. Но больше всего власть, как обычно, беспокоил порядок. Судя по документам, прежде всего деньги тратились на восстановление полиции, внутренние стражи и сбору крестьян от греха подальше оружия, которое в огромном количестве бросали французы. Чтобы оружие сдавали быстрее, крестьянам за него даже платили. На восьмой стене галереи воинской славы Храма Христа Спасителя указано, что русские потеряли в Смолецком сражении двух генералов убитыми и четырех ранеными. Шесть тысяч нижних чинов выбыло из строя. Данные о потерях французов разнятся. Знаменитый Клаузовиц, находившийся в те времена при русском штабе, оценил потери французов в 20 тысяч. Инспектор при штабе Наполеона, барон Денье, оценил потери французов под Смоленском в 12 тысяч человек. Вероятно, его данные более достоверны, так как через него проходили рапорты корпусных командиров о потерях. И это было только начало одной из самых тяжелых войн, что вела в своей истории Россия. Ну а что же чудом выжившая 27-я дивизия? Ее солдаты вместе с командиром прошли все круги ада той войны. Сначала были бои под Смоленском, потом за сам город, дальше героическая защита Шевардинского редута и Бородинское сражение, где дивизии досталась, пожалуй, самая горячая точка – Багратионовские флеши. Еще позже был Малоярославец, о котором один французский генерал правильно сказал, здесь окончательно погибла мечта Наполеона о завоевании мира. Что неудивительно, если иметь в виду, что его противниками были ученики Дмитрия Петровича Неверовского. Дивизия, где каждый солдат и каждый офицер был личностью. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ